МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно линию разграничений на Донбассе пересекают до 40 тысяч людей. Пунктов въезда и выезда на две области всего пять. Сегодня всем миром обсуждаем проблемы на КПВВ и говорим о том, как защитить свои права. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. У нас в гостях Юлия Кубанова, координатор по вопросам защиты благотворительного фонда «Право на защиту». Юля, правозащитники мониторили ситуацию на всех КПВВ в течение нескольких месяцев и были опрошены более 4 тысяч человек. Сегодня у нас на руках вот такой отчет мониторинга. Впервые правозащитники провели такое масштабное исследование, которое вскрыло немало проблем. Какие проблемы, Юля? Ну, прежде всего, мы подтвердили то, о чем говорят, то, о чем пишут. Это недостаточные условия, некомфортные условия ожидания, недостаточно инфраструктурных объектов, способствующих комфорту во время пересечения линии соприкосновения, отсутствие объектов, которые обеспечили бы безопасность людям в случае обстрелов. И то, что мы фиксируем постоянно, и очереди лучше этому подтверждения, это недостаток возможности государства обеспечивать этот поток миграции. В частности, сотрудников государственной пограничной службы. Контролирующих служб, не хватает представителей, да? Да, контролирующих служб и оборудование. Потому что очень часто все упирается в то, что есть оборудование, нет людей, либо наоборот, и люди есть. Но, к сожалению, без считывающих устройств, без компьютеров, они не смогут проверять людей, именно пропускать их быстрее. Перед эфиром вы еще говорили о проблеме транспорта, да? Что если даже на КПВВ какие-то службы открывают дополнительные окошечки для проверки документов или что-то еще, то транспорт порой не справляется. Как человек, который сам пересекает линию разграничения, я знаю, и нам как-то пришлось ожидать автобуса 4 часа, когда мы уже прошли весь паспортный контроль. Совершенно верно. Это тоже проблема насущная. На каких-то КПВВ она более или менее решаемая, или сейчас находится в состоянии улучшения. Но очень часто транспорт заканчивает работу быстрее, чем прекращать свою работу КПВВ. Например, та же станица Луганская, когда со станицы вы никуда уже не едете после 4, в то время как станица сама продолжает работать пункт пропуска до 6. Аналогично и с пунктами пропуска в Донецкой области. И, конечно, есть вопрос транспорта, который курсирует в, так сказать, буферной части между нулевым украинским блокпостом и, собственно, местом, где проверяются документы. Эту зону, к сожалению, нельзя пройти пеша. Вот, несмотря на то, что на том же Майорском он составляет 800 метров, но ее нельзя самостоятельно пройти пеша. И таким образом люди становятся в том числе заложниками ситуации, что они вынуждены ждать. А такие автобусы очень часто отправляются только по заполняемости. И, соответственно, нет людей, они будут ждать до тех пор, пока этот автобус полностью заполнится и поедет эти 800 метров. Я так понимаю, у вас еще вызвали опасения, вот, согласно этому мониторинговому отчету, как раз, ну, это нельзя сказать, что на всех КПВВ, да, но вот именно условия ожидания, то есть нет мест для укрытия, где укрыться, нет недостаточно туалетов, недостаточно... Где-то у вас даже было так, что воды не было, питьевой, и люди простояли более 10 часов в очереди. Да, вы сейчас, вот, забегая, возможно, наперед, скажу, что практически все, что происходит в плане оснащения инфраструктуры, улучшения условий, ожидания и повышения уровня комфорта, пересечения, взяли на себя гуманитарные игроки, гуманитарные организации, которые кто-то со своей стороны устанавливает навесы и лавочки для сидения, навесы, это очень важно, особенно... Раздают бумажные кепочки. Да, либо раздают бумажные кепки. Кто-то занялся установкой цистерн под воду, и тогда вопрос появляется, собственно, одна из наших рекомендаций, а кто воду тогда мне должен наполнять, потому что гуманитарщики уже поставили эти цистерны. Очень важный вопрос, это элементарно все-таки лавочки для сидения, потому что если это такие КПВВ, как Марьинка, Майорская, где достаточно большой пассажиропоток, вернее, поток людей, именно пешеходов, так называемая пешеходная очередь, то вот не раз и в нашем отчете фигурируют эти фотографии, что очередь на определенном этапе выходит из-под навеса, и то есть если дождь, снег, ветер, непогода, то... Да, он небольшой, фактически большая часть очереди остается вне его. И это одна из наших главных рекомендаций, если все-таки есть необходимость в существовании КПВВ, объективно она есть, мы этого не отрицаем, то все-таки нужно обеспечить достойные условия ожидания. Говоря слово «достойные», все-таки хочется подчеркнуть, это вопрос все-таки, наверное, человеческого достоинства, это состояние туалетов и наличие этих туалетов, как перед КПВВ, потому что я должна сделать сразу такое важное замечание, что мы могли исследовать работу лишь украинских КПВВ на контролируемой территории. Как происходит дальше, это другой вопрос, но из опыта наших сотрудников, из того, что нам рассказывают люди, которые пересекают эти КПВВ, да, мы знаем, что за украинским нулем, где люди также вынуждены ожидать другого автобуса, который уже ведет непосредственно через линию соприкосновения, туалетов либо нет, либо они в очень плохом состоянии, и люди действительно продолжают рисковать и ходить в туалет в посадке. Который заминирован в посадке, лесополоса по обе стороны заминирована. Юлечка, кто участвовал в опросе, вот демографические характеристики, потому что исследование проходило несколько месяцев, и я так понимаю, что вы ставили перед собой задачу не только рассказать об условиях, которые есть на КПВВ, да, опросник содержал гораздо больше вопросов к респондентам. Вопрос такой, кто участвовал в опросе, больше мужчин, больше женщин, делили ли вы какие-то категории для того, чтобы понять, с какими проблемами люди сталкиваются еще и на неподконтрольной территории. Вот мы дальше поговорим в нашей программе, мы дальше поговорим о том, чего больше всего проводят, с какими проблемами сталкиваются люди, когда провозят продукты питания, что могут изъять, что не должны изымать, но тем не менее изымает. Вот, и правозащитники, вы как правозащитники, надеюсь, дадите рекомендации людям, которые пересекают линии разграничения, как отстоять свои права. Это забегая вперед, но сейчас вернемся к демографическим характеристикам. Да, перед нами стояла задача все-таки получить максимально репрезентативные данные, и поэтому в своем исследовании мы отталкивались, что мы опрашиваем каждого четвертого в очереди, в которую у нас есть доступ. То есть по возможности мы старались работать и с автомобильной очередью, это значит каждый четвертый автомобиль, и мы там брали одного человека из автомобиля, либо это, если мы говорим про очередь пешеходов, каждый четвертый. Соответственно, кто попадает, тот попадает. Но из нашей демографической раскладки видно, что у нас больше всего все-таки, которые попали к нам, это люди либо среднего, либо пожилого возраста, те, которые, и в принципе, бывая неоднократно на КПВ, я могу вам сказать, что это действительно отражает реальную картину, потому что в большинстве в своем то, что очень видно, это очереди пешеходные, мы видим там в основном пожилых людей, для которых пересечение на общественном транспорте является единственной доступной для них возможностью преодолеть эти многочисленные блокпосты. У нас есть данные из вашего отчета о том, насколько часто люди пересекают линию разграничения. Давайте посмотрим. 44% опрошенных пересекают линию соприкосновения через КПВВ раз в три месяца или чаще. В то же время 37,5% раз в месяц или чаще. Более чем 6% респондентов пересекают линию разграничения раз в неделю или чаще. Около 3% респондентов пересекали линию соприкосновения впервые. Юля, знаю, что вы собирали данные, сколько времени люди тратят на прохождение КПВВ. В среднем есть? Разнятся? То есть люди стоят в очередях дольше, нежели в прошлом, позапрошлом году? Или все-таки как-то этот вопрос решился? Здесь мы должны отметить все-таки положительные изменения, все-таки меньше. То есть максимальное количество ответов, которые мы получили на этот вопрос, говорили о том, что они провели на весь путь пересечения линии соприкосновения. То есть прохождение абсолютно всех блокпостов у них заняло 3-4 часа. Здесь мы глубоко уже не исследовали, что они непосредственно делали, стояли на какой из сторон в очереде. Вы брали общий отрезок? Да, мы брали общий, потому что так, ну как минимум, будет более корректно. Но было раньше такое, что люди и сутки, и полстрелы начинались, люди не могли пересечь. Это показательно, что мы знаем, есть некие предпосылки, что повлияло этому, да, потому что в течение весны на 4 контрольно-пропускных этих пункта силами международного сообщества все-таки добавили специальные модули, в которых могут работать сотрудники пограничной службы. То есть явно это еще поспособствовало и так или иначе... Расширили пропускные способности, добавили людей, все-таки это важно, потому что мы тоже фиксировали, когда пропускные способности расширили, людей не было. Эти модули были просто не задействованы в первые буквально 2 недели, когда передали только эти модули. И, наверное, все-таки сказывается еще момент, что решаются некие коммуникационные проблемы, потому что одна из частых причин образования чередей в весной, во всяком случае, в Станице Луганской, это была плохая связь, то есть очень медленно сотрудники государственной пограничной службы могли проверять паспорта, потому что им нужно все равно было соединяться по их внутренней системе, работать, которая завязана на интернете. Соответственно, это тоже эти вопросы в какой-то мере, видимо, были решены. Тормозили прохождение, да? Конечно, это вот именно где люди ночевали, это Станица Луганская, потому что, опять-таки, очень часто из 8 существующих окошек, мы называем это окошки, где ты приходишь и показываешь свои документы, работало 2. И, собственно, как только работали все 8, мы говорили о том, что впервые на Станице Луганской нет больше очередей. Это было крайне поразительно, когда ты привык видеть уже в течение полугода лишь картину, что это очереди, у которой нет конца. Я обратила внимание на такую часть исследования, как основные причины пересечения линии соприкосновения. И нашла там немало, скажем так, таких вот моментов, которые достаточно интересны, потому что респонденты в возрасте от 18 до 65 лет едут, чтобы посетить своих родных, а вот люди старше 65 лет, которые, если так на вскидку взять, их больше всего в очереди обычно едут решить свои материальные вопросы, то есть оформление пенсии и оформление, либо получение, обналичивание денег, гривны, на территории. Вот вы проводили исследование, почему, по какой причине больше всего людей пересекают линию разграничения? Есть разные возрастные категории, как, собственно, вы уже сказали, да, и все-таки причины для этих разных возрастных категорий, они разные. В силу того, что у нас среди респондентов было больше людей пожилого возраста, 60+, то будет справедливым сказать, что их причины являются причинами для большинства, значит. Почему эти люди пересекали линии соприкосновения? Очень часто это главный их вопрос, решение вопросов с пенсиями. То есть у нас в вопроснике это звучало решение проблем с документами и снятие налички. Вот эти два варианта ответа выбирались ими чаще всего. Мы не уточняли, мы знаем, в каком направлении эти люди едут, и, конечно, мы можем понять, в какое направление они едут для того, чтобы решить свои вопросы с пенсиями. И в то же время мы вынуждены констатировать, что вот такое вот частое перемещение этих людей, но поездки этих людей, они вынуждены, они неприродные, потому что это все связано... Создают нагрузку в том числе на КПВВ. Да, на КПВВ, и это все связано исключительно с тем правовым полем, в котором сейчас живут внутренне перемещенные лица. Которые мы обсуждали у нас в студии Нерас, о том, чтобы отменить проверки. Вопросы проверок, физической идентификации во счет банки. То есть невозможно не присутствовать, не потерять свою пенсию, опять-таки честно заработанную, будучи гражданином Украины, но проживая на неподконтрольной территории. Если ты не будешь находиться на территории Украины, как минимум, я не знаю, каждые два месяца будешь уезжать, потому что есть ряд процедур, которые, увы, не коррелируются по времени, и ты никогда не знаешь, когда тебе придут проверить, и когда твой срок идентификации пройдет. А самое главное, как мы сейчас еще наблюдаем, все-таки есть этот период 60 дней, который тоже обязывает внутренне перемещенных лиц не задерживаться на неподконтрольной территории, даже если они не ездят туда по объективным причинам. И это все создает этот, не хотелось бы, конечно, нагнетать, но достаточно искусственный трафик, когда люди ездят только для того, чтобы у них засчиталась вот эта вот отметка, что он выехал или он въехал, чтобы не потерять свою пенсию, и потом не столкнуться с тем, вот этими семью кругами ада по восстановлению социальных выплат, либо пенсии. Поэтому, собственно, внутренне перемещенные лица, которые ездят навещать своих родственников на неподконтрольную территорию, так и те люди, которые живут постоянно на неподконтрольной территории, но они претендуют на получение украинской пенсии, они и являются этими самыми постоянными пассажирами всех автобусов или всех видов транспорта, которые курсируют между подконтрольной и неподконтрольной территорией. Юля, скажите, 5 КПВВ, 5 контрольно-пропускных пунктов езда-выезда, где больше всего нагрузка? Мы регулярно отслеживаем нагрузку на КПВВ. Спасибо государственно-пограничной службе, которая делится этими данными на своем сайте регулярно. Наиболее загруженными являются КПВВ Маренко и Майорская. Также приближается к ним еще станица Луганская, как единственный КПВВ, который находится в Луганской области. Но специфика этого КПВВ именно в Луганской области такова, что он только пешеходный, и он находится в очень плохом состоянии и является действительно без преувеличения препятствием для людей пожилого возраста. Там разрушены границы между подконтрольной и неподконтрольной территорией идут фактически по территории через реку Северский Донец. И часть моста через реку Северский Донец разрушена. И, к сожалению, люди вынуждены карабкаться вверх и вниз. То есть это очень, там расстояние около километра, это очень сложно. Особенно для тех, кто... Если мы знаем, что большая часть людей это пожилого возраста, которые пересекают. Но именно только на этом КПВВ существует эта практика, когда сотрудники МЧС имеют специальные коляски, инвалидные коляски, на которых они перевозят тех, кто не в состоянии преодолеть этот путь вверх-вниз. И в зависимости от сезона, если мы говорим, анализируем летние месяцы, то в среднем 8-9 тысяч вот на трех указанных КПВВ в день проходило. И таким образом в день суммарно через все 5 КПВВ действительно от 30 до 40 тысяч пересекает людей. Но рекордменная, наверное, это Майорская, Ново-Троицкая. Все-таки нет, Майорская, Майорская, Майорская. Все достаточно легко объяснить, потому что Майорск это самая ближайшая к Луганской области. И луганчане едут туда, действительно, их много в очереди. И даже там, представьте, с чем мы уже начали сталкиваться, что на каком-то этапе начали поступать жалобы, что на неподконтрольной территории, опять-таки это со слов тех, кто пересекал этот КПВВ к жителям Луганской области. Говорят, подождите, сейчас пройдут жители Донецкой области, и после этого поедете вы. В то же время мы такого не фиксируем на территории, на КПВВ с подконтрольной стороны. Говоря о Маринке, это все-таки удобный населенный пункт, удобный КПВВ, который находится близко к населенному пункту Донецк. И поэтому через него очень многие едут с пониманием, если вдруг не пройдешь, то сможешь вернуться все-таки в Донецк, Макеевку, в города поблизости. У нас, кстати, есть сюжет. Мы, наши корреспонденты, побывали на контрольном пропускном пункте Новотроицкое и Майорское. Как раз вы говорили об инвалидных колясках, и летом там была делегация, которая предложила улучшить каким-то образом, в том числе и включить какие-то для инвалидов передвижные средства. Давайте посмотрим. В контрольный пункт Новотроицкое в день пересекают 6-8 тысяч людей и примерно полторы тысячи автомобилей. На нет подконтрольную территорию везут в основном продукты питания. Только продукты, да, и больше ничего. И чуть-чуть личных вещей, которые брали с дома. Вот одеяло, приобретение, матрасы новые приобрели, тоже обновка. А еще люди провозят сигареты, спиртное, моющие средства и предметы гигиены. На КПВВ есть ограничения, особенно на сигареты и алкоголь. За раз можно проехать с одним литром крепких напитков и двумя блоками сигарет на человека. КПВВ Майорск – один из самых крупных пунктов пропуска. Ежедневно линию соприкосновения здесь пересекает около 7 тысяч человек. Валентина Павловна присела на скамейку отдохнуть. Чтобы пройти паспортный контроль, женщине пришлось идти пешком почти 700 метров. Для пенсионерки – настоящее испытание. Расстояние идти. Вот это моя главная трудность. Автобусы на территорию пункта пропуска военные не пускают. Но вскоре, говорят пограничники, совместно с международными благотворительными организациями, они планируют завести на КПВВ специальные коляски для людей с ограниченными возможностями. До того населению льготной категории предлагают пройти паспортный контроль без очереди. Люди с ограниченными возможностями, инвалиды, люди по хилу веку, люди с малолетними детьми пропускаются в первичайном порядке. Створены отдельные смыги движения для того, чтобы пропускать данных людей. Над тем, как упростить прохождение контроля на пропускных пунктах, задумались и в Минсоцполитике. Проблемы перетину КПВВ, что нужно сделать, это анализ. Это проблемы населения серой зоны, в которой тут проживает. Потому что тут не очень все есть, не работает частично и влада, не работает соцзахист. Не в полном обществе. Это нужно как-то враховывать. Ждать, пока чиновники проанализируют проблемы, с которыми сталкиваются жители серой зоны и прифронтовых населенных пунктов, Валентина Петровна не может. Пенсионерка из Янакиево должна пройти идентификацию на подконтрольной Украине территории. Иначе лишится всех выплат. Ну вот мы видим, да, что люди и на костылях. И сколько раз я видела в очереди, когда действительно фактически инвалидов, либо людей, которые по какой-то причине сломали ногу, не могут ходить, их просто несли на руках. Да, есть два варианта. Один, это нести на руках, но, к сожалению, особенно с учетом, вы видели здесь качество тротуаров, пешеходных покрытий. Оно настолько неприемлемое, что чаще всего родственники, те люди, которые могут себе позволить, они все-таки пользуются услугами частных перевозчиков. И это, собственно, про то, что если у тебя нет достаточного количества средств и нет достаточного уровня заботы того, кто может тебя сопровождать в течение всей поездки, увы, для многих это означает невозможность пересечь линию соприкосновения совершенно. Потому что мы говорим о том, что поездки и пересечения через линию соприкосновения это некомфортный вопрос и очень дорогой, если вы делаете это все-таки силами частных перевозчиков. Спасибо, что подняли эту тему, но я бы хотела также остановиться, потому что представитель погранслужбы сказал про льготную очередь. Это вроде бы очень хорошее нововведение, которое появилось в весну этого года. Весну этого года, в виду что? Да, оно так незаметно появилось во временном порядке пересечения линии соприкосновения, которое опубликовано на сайте СБУ. И оно очень хорошее, потому что призвано категории, так называемые наиболее уязвимые категории, пропускать впервые, но только не всегда это работает. А наш опыт показывает, что это больше все-таки человеческий фактор, потому что нет такого понятия организованно здесь становятся все льготники. Более того, до недавно, до того, как сейчас происходит процесс установления стенда от программы РАДНЫК, не было даже информации, кто может претендовать на... Кто, кстати, может претендовать на льготную пересечения? Это люди очень пожилого возраста, это женщины с видом... Пожилого это после 80 лет? Но вот на майорске действовало правило после 80 лет. Указано, как указано это в порядке, это более 70 лет. Но тут мне сразу хочется сделать отсылку к станице Луганской, где практически вся очередь это именно эти люди и есть. И 80% это уже льготники, да. То, что я лично наблюдала, это хорошо реагирует всегда на женщин, родителей с маленькими детьми. В документе написано до 3 лет, но опыт показывает, что все-таки опять-таки человеческий фактор берет свое и обычно из очереди вначале пропускают первыми людей с детьми какого-либо малого возраста. На КПВВ майорск то же самое, да. Детей проезжают и 5 лет, и 6 лет, если ребенок даже было при мне 10 лет, сами военные подходят и просят пройти ближе. Также это женщины с видимыми признаками беременности. Ну, соответственно, если вы уже на каком-то большом сроке, вас явно и очередь пропустит, и сотрудники Держпогранслужбы. Ну, собственно, это и люди действительно с видимой инвалидностью. Конечно, если у вас будет удостоверение, вы его сможете показать, где указано, какой тип у вас инвалидность, то вам также не откажут. Но только на КПВВ майорской есть это специальное окошко, так называемое специальное место, через которое могут проходить люди. То есть из 5 КПВВ только на одном. Но опять-таки этот процесс, он ни на одном КПВВ строго не регламентирован. То есть если человек, и это мы также подчеркиваем, потому что мы указали в своем отчете, что мы спрашивали, являетесь ли вы теми, кто может проходить эту очередь вне очереди, извините. Единицы ответили, что они к такому принадлежат, потому что они не знают. То есть они льготники, но они не могут быть. Они просто не знали об этом, да? И это о том, что незнание и, собственно, порождает отсутствие льготной очереди как таковой. Поэтому наша задача в том числе, когда мы присутствуем и проводим даже этот опрос с помощью планшетов, мы всегда способствуем тому, чтобы своим присутствием находим этих людей, которые, на наш взгляд, являются теми, кто попадает под эти указанные категории, и подводим их непосредственно к началу очереди. И мы еще ни разу не столкнулись с тем, чтобы получили отказ. Опять-таки это больше, наверное, проактивность людей, которые имеют на это право. Хотя, возвращаясь в станицу Луганская, это может создать, наоборот, внести серьезную дезординацию вообще в ходе очереди. Юля, недавно поступило, ну, где-то, наверное, только 10 жалоб, которых я знаю, от людей, которые пересекали на нее разграничения, о том, что на КПВВ Майорской изымали чай, кофе, виноград, мед и даже рулон обоев забрали. Рассказывают, что и кетчуп, и томаты, там килограмм тоже попали на изъятие. Естественно, что люди стали обращаться в правозащитные организации, вновь подняли перечень продуктов, которые можно провозить. Вам известно об этих случаях? Да, более того, я скажу, что мы продолжаем проводить опрос. Сейчас мы представили опрос до июня-июля, но мы продолжаем работать дальше и присутствуем на каждом КПВВ регулярно. Причем речь идет не о каких-то количествах огромных ящиках, репортях, речь идет об одной пачке чая. Даже вот мне люди рассказывали, которые приезжали, что она даже была чуть надорвана. Они сэкономили, чтобы чай не покупать в поезде. Мы присутствовали, собственно, во время как раз 22 сентября. Мы работали на КПВВ Майорска, и я отмечу, что о таких инцидентах мы осведомлены только в отношении данного КПВВ. Специально проводили дополнительный опрос среди наших сотрудников, специально просили их поспрашивать у людей, кто пересекает это КПВВ регулярно. Ничего подобного не происходило. Это превышение полномочий контролирующей службы? Да, наверное, все-таки какая-то... Да, это вот эта коллизия. Назовем это так коллизия, сказать слово законодательная коллизия, не поворачивается язык. Хорошо, давайте определимся. Итак, давайте пойдем по правилам, которые нам известны. Итак, один человек может провозить продуктов на сумму до 10 тысяч гривен и весом до 75 килограммов. Совершенно верно. И именно это правило... Никто не отменял, правильно? Здесь вот на всех КПВВ даже вопросов не возникает. Вернемся с перечнем. Я так понимаю, что в перечне, изучив его продукта, не было включен чай и кофе. Да, к сожалению, знаете... То есть там был включен телевизор, подставка от телевизора, то, что можно провозить через ее организм. Кстати, я вам даже сейчас могу сказать, что, допустим, включено в качестве таких продуктов говядина, свинина, сало, мясо птицы, ну, извините, рыба и морепродукты. Но вот баранины, допустим, ее нет. Соответственно, если ее здесь нет, то это является формальным основанием для того, чтобы человека с таким, ну, условно говоря, типом мяса, таким продуктом не пропустить. То есть и запрещенных ее нет в списках? Да, нет такого понятия запрещенных. А значит, то, что не разрешено, то автоматически запрещено. Вот в данном конкретном единственном случае это сыграло такую роль, такое трактование. Мы продолжили отслеживать эту ситуацию, и на повторном визите 26 и 29 сентября никто и уже не жаловался, то есть люди не сообщали, даже уже совершив пересечение линии соприкосновения, они уже не сообщали. Но тут было два фактора. С одной стороны, люди говорили, мы наслышанные, мы уже не брали с собой ни чай, ни кофе, потому что, ну, примерно понимаем, как это может закончиться. С другой стороны, и бдительность сотрудников фискальной службы упала, потому что, ну, даже у того визита 22 числа и этого изъятия есть, ну, воськом случае, мы знаем и неофициальную версию причины этой бдительной проверки именно 22 числа. Воськом случае, то, как нам говорили, визита одного высокопоставленного гостя проверяющего фактически на это КПВВ. Но, опять-таки, важно сказать, что даже если бдительность была разовая, отсутствие таких товаров, как чай, кофе, тот же мед, ну, куда его отнести? Никуда он не попадает сюда. То это значит, что такая ситуация может повториться. Как изменится? Мы считаем, что этот перечень продуктов, который, собственно, регламентирован приказом Министерства временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц, он несовершенен. Об этом говорили и мы, и другие общественные организации не раз. И, собственно, с самого начала он носил некий номинальный характер. Мы мониторили с самого начала, когда только этот приказ ввели. Никто на него особо не обращал внимания, и люди имели возможность провозить эти товары. Но, так или иначе, имея такой прецедент, мы говорим о том, что ситуация имеет возможность повториться. Об этом факте, да, изъятия этих несчастных чая и кофе уже известно. Вот вчера наш сотрудник присутствовал на координационной встрече, организованной Министерством временно оккупированных территорий в Донецкой области. И поднимался этот вопрос. Они также недовольны уже этим состоянием дел. И мы видим с их стороны желание доработать, но только в какие сроки это будет сделано. И насколько качественно, я не могу, как бы не имею представления. Единственное, что мы со своей стороны можем сказать, что нет смысла делать полный перечень того, что можно. Потому что полного перечня того, что можно, не составить просто невозможно. То, что делать того, чего нельзя. Правильно? Я думаю, что, наверное, это было бы более логично, ну и, скажем так, более дружественно к людям, которые пересекают и потом читают это. Потому что если сейчас мы говорим о том, что люди просто не осведомлены об этом приказе 39, хотя он уже полгода практически как существует. То, если этот приказ будет, перечень будет там на несколько страниц этих товаров, это тоже из этой вычленить информацию, особенно тем людям, которые с пешки, пожилого возраста, куда-то там передвигаются, не имея доступа в своей обычной жизни к интернету. К сожалению, это не даст видим хороших, ощутимых результатов. Поэтому наша позиция, наша организация, этот перечень обязательно должен быть доработан. И, ну, ситуация с чаем и кофе, она показала верх абсурда, собственно, потому что чай и кофе не угрожают никому никак. И как именно это производилось? Делались ли акты, изъятия? Ну, нет. Соответственно, не регламентирована даже процедура, как должно происходить изъятие этих товаров. Юль, давайте вернемся к исследованиям. Вот какие виды товаров везут чаще? Еду или бытовую химию? Что показывает ваш опросник? Мы спрашивали о целях визита. И вот те люди, которые говорили, что они ехали за покупками, все-таки в большинстве своем, более 80% сказали о том, что это все-таки продукты питания. Продукты питания, также это очень важный вопрос. Это медицинские товары, медпрепараты, лекарства. Почему? Потому что не секрет, во-первых, на той территории, куда они едут, если они жители регулярно неподконтрольных территорий, с продуктами питания ситуация чуть сложнее и с ценами на них тоже, с учетом того, что доходы у этих людей очень часто снизились. И второй момент, это все-таки то, что те, кто едут навещать своих родственников туда, они видят в этом прямо необходимость привезти фактически как некую с их стороны гуманитарную помощь, привезти лекарства. Вот почему очень часто люди все-таки едут и покупают лекарства и продукты и везут туда в качестве каких-то презентов своим родным и близким. Это стало особенно ярким после того, как закончилось какое-либо сообщение, все-таки обмен товарами, торговля с оккупированными территориями, не подконтрольными территориями. И да, там до сих пор, опять-таки, по сообщениям тех людей, которые время от времени посещают. Там есть украинская продукция, иногда возникает. Есть украинская продукция, но, скажем так, цены на эту украинскую продукцию... Цены выше ее немного, не во всех магазинах. И, соответственно, человек принимает для себя решение пройти уже понятный ему путь, пускай и не комфортный, но сэкономить. Увы, вопрос материального обеспечения граждан, оставшиеся на той территории, он по-прежнему не урегулирован. Как часто мы видим, что деньги, они очень значимы для этих людей, которые сейчас находятся в очень тяжелом материальном положении. То есть немалое количество респондентов ехали, чтобы обналичить какие-то деньги, снять карточки? Совершенно верно, потому что только на территории украинской, только на украинской территории они могут сделать вообще, произвести манипуляции с платежными картами. Ну и, опять-таки, получая пенсию в гривне, есть смысл делать это только на территории украинской. И вот когда мы, опять-таки, слышим достаточно часто какие-то упреки в так называемом пенсионном туризме или в том, что делается ограничение... Ну, вообще это неприемлемо, говорить такие слова, как туризм, шоппинг и прочее, как это любят для красного словца, ну, нашей передачи такого нет. Спасибо, мы полностью это поддерживаем. То мы говорим о том, что люди, которые получили, сняли, обналичили средства на территории Украины, очень часто эти средства пускают в развитие экономии Украины и дальше, потому что они покупают товары, услуги, которые производятся либо продаются на этой территории. И также хотела бы еще вас отметить, вернуться к ситуации с майорским и изъятием. Дело в том, что даже в этом перечне товаров есть такое понятие, как товары... Сейчас, одну минутку. Привычный для рациона, да? Привычный для рациона, ну, сейчас, минутку, минутку. Это касается мелкобытовой техники. Вот мы уже не раз сталкивались, что такое мелкобытовая техника. И тут, наверное, или как лекарда ляжет, или как сотрудник государственной фискальной службы прокомментирует, потому что наши мониторы смогли получить один из комментариев, где мы рассказали, что мелкобытовая техника — это та, которая помещается в поклажу, в ручную поклажу, в ручную кладь человека. Она стоит менее 10 тысяч гривен, но при этом дрель или бензопила, которая физически влазит, но она может быть использована для каких-то предпринимательских работ, для заработка, таковое же не считается. Ну, то есть нет четкого... То есть дрель лучше пока не ехать? Да, вот мы бы... С молотком? Возможно. Но, опять-таки, это неурегулированные вопросы, и мы уже не раз сталкивались с тем, что ситуация может решиться исключительно в плоскости того, как ее будет трактовать сотрудник госфискальной службы. И опять же здесь человеческий фактор может сыграть. Да, когда-то говорили, ну, едьте и вывозите, это как запчасти несколько раз пересекаете, и вы сможете перевести, потому что суммарно там запчасти или как будто одна запчасть превышала стоимость, чем 10 тысяч гривен. Вот мы видели желание помочь, но, опять-таки, тот метод, который предложили, не был достаточно меняемым. Вот. Но ситуация с чаем, кофе, тоже мы получили потом впоследствии комментарий, где сказали, где тот же сотрудник ДФС сказал, что вы можете ввести одну пачку либо чая, либо кофе, которая нужна вам в ходе вашей поездки, на период вашей поездки. Ну, понимаем, несостоятельность, с одной стороны, этой фразы, а с другой стороны, это тот единственный комментарий, который мы вообще могли получить от кого-либо из данной службы. В мониторинге есть такое исследование, как проживание, перемещение и возвращение. Почти половина респондентов, а это 46%, в итоге вернулись на место, где проживали до начала военного конфликта. Давайте посмотрим на основные причины возврата. Высокая арендная плата за жилье. Эту основную причину назвали 42% опрошенных. 32% респондентов добавляют, что на неподконтрольную территорию они вернулись по таким причинам, как желание жить дома, уход за родственниками, а также страх потерять имущество, дом или квартиру. 29% отметили, что вернулись, так как на прежнем месте их проживания стабилизировала ситуация. Почти 18% опрошенных были вынуждены вернуться, так как на новом месте не нашли работы. Такую причину возвращения, как негативное отношение местных жителей к переселенцам, назвали менее 1% опрошенных. Вот на самом этот показатель, менее 1% опрошенных показали о том, что негативное отношение местного населения к переселенцам, это хороший показатель, потому что в некоторых исследованиях я встречала гораздо большие цифры. То есть как бы это не может не радовать, да, вот все-таки в каком-то понимании о том, что люди находят общий язык, сочувствие, проявление сочувствия к этим людям. Верно, но одна из причин, наиболее высокий показатель... Это аренда жилья. ...это аренда жилья, невозможность найти работу, потому что, в принципе, это некое такое последствие, такое дискриминационное, возможно, это последствие дискриминационного отношения к внутреннеперемещенным лицам, когда работодатель не видит в них надежного сотрудника, который не будет уезжать, который не переедет завтра. Об этом мы часто просто слышим в ходе нашего обычного мониторинга. Да, много... Вот эти вот 46% опрошенных, которые вернулись, это люди, которые уезжали, да? Совершенно верно. Это 46% из той части людей, которая подтвердила, что с момента начала военных действий они перемещались, то есть нам важно было понять, что этот человек изначально куда-то переехал. Есть же такие люди, которые переехали и остались, и они тоже фигурируют в нашем исследе. Есть те, которые переехали, не задержались на одном месте и продолжают дальше. Это так называемое повторное перемещение. Очень важно отслеживать эти, скажем так, этапы перемещения с точки зрения международного опыта, потому что как только мы видим, что люди постоянно оседло живут, мы можем говорить и про начало интеграции. Возвращенцы, так называемый, это термин международный, он о том, что люди видят возможность вернуться, но с другой стороны, согласно международным руководящим принципам в вопросах перемещения, такое возвращение должно быть обязательно добровольным, а не вынужденным, и главное, чтобы они перемещались в безопасной для них среду, в том числе и с точки зрения безопасности от обстрелов. Потому что мы тоже здесь слышали, как причина, почему люди вернулись, потому что теперь они считают у них жить безопасно. Юля, у нас остается буквально пару минут. Давайте подытожим мониторинг, результат этого мониторинга, и главное, какова польза будет людям от этого мониторинга, куда вы его будете передавать дальше? Да, действительно, мониторинг сам по себе, он не столь, наверное, интересен, сколько презентации его результатов и донесения этих результатов до тех игроков. Я понимаю, сегодня в передаче у нас первые. Совершенно верно, вы первые, где мы презентуем эти результаты, завтра презентация состоится для гуманитарного сообщества, и это важно, как я ранее подчеркнула, практически все инфраструктурные вопросы сейчас лежат на плечах гуманитарщиков. И нам очень важно показать, где еще есть пробелы, куда еще можно показать, куда еще можно оказать помощь, но в то же время нам важно доносить о том, что государство, к сожалению, которое, скажем так, ввело эти пункты въезда-выезда, которое обязало людей пересекать линию соприкосновения только через них, к сожалению, в полной мере не обеспечивает условия, безопасность, комфортность этого процесса. И мы в то же время продолжим использовать наши выводы в адвокации поднятых вопросов, в частности, в вопросах появления комфортных условий, безопасных. И что важно, о чем мы не успели с вами сказать, о том, что есть сложности очень часто у людей вообще с получением пропуска, особенно если когда-то кто-то им получал, и они сейчас не могут продлить его. И этот вопрос, к сожалению, очень сложен, особенно для людей пенсионного возраста, и он может быть решен, если... Там более чуть 2% вообще не смогли пересечь линию разграничения. Ну вот проблема такова, что по правилам, как мы видим из временного порядка, на каждом КПВ должны находиться люди, которые в состоянии решить эту проблему представителей координационной группы. Но только на двух КПВ представители этой группы сидят, а на всех остальных, если у вас есть проблемы с пропуском или вы не можете продлить, к сожалению, это куда более длинный путь. Это хорошая тема для наших следующих передачек. Совершенно верно. Спасибо. Итак, мониторинговый отчет о работе КПВ на Донбассе нам предоставила Юлия Кубанова, координатор по вопросам защиты благотворительного фонда «Право на защиту». На этом у меня все. Прощаюсь с вами. Встретимся через неделю, 18-20. Редактор субтитров А.Семкин